Добрый день, меня зовут Смирнов Алексей. Я рад вас приветствовать в московском доме книги. За окном лето и нам хочется отдыхать, путешествовать. Именно поэтому я сегодня собрал подборку книг, которая посвящена путешествиям. Начну с книги Михаила Кожухова, которого не нужно представлять. Это известный путешественник, телеведущий, со своей собственной уникальной подачей материала. Он всегда преображается и превращается в тех жителей тех стран, которые он посещает. У него это получается и с юмором, и очень талантливо. И вот сейчас он написал такую следующую свою книгу, которая называется «Путешествие, которого никто не повторит». Почему так называется книга? Речь в этой книге идет о тех героях, о тех участниках клуба, который в тринадцатом году Михаил Кожухов создал, чтобы путешествовать по миру, даже не посещая, наверное, самые популярные направления для туризма. Он выбирает страны Юго-Восточной Азии, Африки, Австралии. То есть бывает там, где не каждый турист, наверное, может побывать в своей жизни. Мы просто из-за того, что это неизведанные тропы вот таких уникальных людей, как Михаил Кожухов. Итак, в этот клуб входят очень известные медийные личности нашего времени. Это, например, и Михаил Козырев, и Андрей Бильжо, карикатурист, который нам известен тоже своими книгами. Это люди, с которыми он путешествует, записывает свои программы и потом демонстрирует нам, как зрителям, очень интересные такие вот сюжеты из туристических поездок, которые можно даже назвать уникальными поездками не для туристов, а именно для тех людей, которые там принимают участие. Эта книга о том, как мы создаем невероятные путешествия. Она выходит, когда весь мир начинает приходить в себя после глухого локдауна. Еще одно новое слово для всех нас. Вызванного пандемией COVID-19. В трудные для всех времена сопоставимые с самыми жестокими финансовыми кризисами в истории. Во времена невиданного падения всей отрасли туризма. Книга о путешествиях, но не только. Еще о телевидении, о музыке и литературе, о нас с вами, о веселом и грустном, обо всем понемногу, как это бывает и должно быть в нашей жизни, где все всегда перемешано. Так что сидите ли вы сейчас на карантине или снова жадно путешествуете по миру после того, как в 2020-м мы все вспомнили слово «пандемия»? Перед вами семилетняя история Клуба путешествий Михаила Кожухова. Время путешествий – это лето, и сейчас мы для себя по-новому открываем Москву, как мне кажется, потому что мы жители большого мегаполиса, и в Москве есть что посмотреть. И в помощь нам две замечательные книги. Михаил Жебрак является автором этих книг. Это экскурсовод, путешественник и очень хороший рассказчик. Его две книги «Пешком по Москве» и «Пешком по Москве-2» с разными маршрутами, с прекрасными иллюстрациями внутри, которые помогают нам разобраться в архитектуре города, его истории, провожить свой путь, который нам построил Жебрак по этим маршрутам, не спеша, в любое удобное время, в любую удобную для нас и комфортную погоду, и познакомиться с Москвой, с ее какими-то очень уникальными историческими фактами, о которых до прочтения этих книг мы и не знали. Москва – город, идеальный для пеших прогулок. Времена так взрыхлены и перемешаны на наших улицах, что вы обязательно найдете рядом шедевр классицизма, стеклянный новодел, вызывающий отрыбь и типовую застройку. Какого времени? Тут вы попробуете гордо угадать по форме балкона, в количеству этажей, лепным деталям, 30-е или 50-е годы прошедшего столетия перед вами. Что ж, город должен удивлять, вдохновлять и интриговать. Переплетение стилей на каждом участке городского полотна – возможно, главная особенность Москвы. Пожалуй, ни один город так безжалостно не расправлялся со своей стариной и вместе с тем так вдумчиво и любовно не застраивал выбоины. Не только Москва сейчас в нашей стране будет так же популярным направлением, как и было. Это Петербург. И вот Петербургу посвящена книга уже другого известного тоже телевизионного деятеля, скажем так, да, это Александр Друсь. Всем он нам знаком как знаток и победитель многих игр в телевизионной игре «Что, где, когда». Во многих сезонах он принимал участие, сейчас он больше эксперт, чем участник, но, тем не менее, это человек с очень богатым кругозором. Он сам петербуржец, поэтому его мнение, я думаю, будет наверняка экспертным. Он создал также, как и Жибрак, ряд маршрутов по Петербургу, по его центру, и предлагает нам вот с такой прекрасной книгой пройтись по этому прекрасному городу, даже не привлекая экскурсовода в помощь, не становясь членом какой-то экскурсионной группы. Мы можем с этой книгой легко познакомиться с Петербургом. И даже если вы там бывали неоднократно, я думаю, что эта книга все равно откроет вам новые исторические факты об этом замечательном городе, когда-то бывшем столицей большой страны, как Российская империя. Я родился и вырос в Петербурге. Мои родители привели мне горячую любовь к нашему городу. Мы много гуляли вместе, я узнавал мой город и неизменно чувствовал как и родство с ним, так и его величие. В этой книге я делюсь с читателями моими любимыми маршрутами, по которым я брожу уже более 60 лет, не переставая наслаждаться красотой и величием нашего города. Путешествуйте, будьте счастливы, читайте книги. Ждем вас в Московском доме книги. Субтитры создавал DimaTorzok